Передача в центр. Перцев находит Пухова, Пухов под удар, а вот удар получился. Невероятную игру, невероятный результат был под руководством Дмитрия Оленчева, но теперь Кутин выводит свою команду Липецкий Металлург, нет возможности с ближним сыграть, вот открылся Калугин на эту передачу, Калугин играет с Мамкиным. Мамкин где только не проявлял себя в этом сезоне, вот сейчас проявляет как отличный распасовщик, гол! 1-0 Илья Мамкин! Здорово разыграли и конечно передача Ильи Мамкина, вот что значит центральный защитник, вот что значит защитник, который готов находить своих партнеров в штрафной площади. Роман Пухов становится автором забитого мяча. Крюков с Дрожжиным вполне возможно сыграть, потому что все-таки большое количество футболистов ошибается в итоге Андрей и атаку получает на свои ворота. Крюкова самому выручать надо, но выручает Овчинников. Овчинников главное действующее лицо при розыгрыше вообще всего, что бы то ни было. В штрафную площади мяч Кашаев, под правую убирает Кашаев, мимо ворот. Показывает, что был толчок в спину, но суди все видят, их трое на поле. Красов в штрафную, Перцев взлетает, замывает, воздух и удар какой! Пролов в подкат стелется Перцев, но этот подкат оказался безуспешным. А вот этот момент, конечно, Пухову сегодня приснится еще, я уверен, пока все эти его забеги впустую. Рустамян, Рустамян есть перед ним пространство, Рустамян пробить может? Пробивает, а Рустамян Дрожжин забирает мяч. Белов не стал, а Перцев все-таки сыграл, и Перцев продолжает бороться. Кобзев из ворот вышел. Где тот человек, который будет замыкать? Вот он Пухов, но не успевает. Роман буквально. Пуховым, и я думаю, что назвать классическим форвардом Перцева, а Пухова к таким не относить, будет не совсем верно. Кашаев с мячом, Кашаев поворотом бьет и заставляет вздохнуть трибуны стадиона «Локомотив». Пас делает, не касаясь мяча, а вот теперь сам Пухов открывается под передачу широких. Пухов против него Фролов, Пухов проходит, Фролова Пухов вырезает, и как же не получилось сейчас у Перцева по воротам пробить. Заблокирован был удар, но в штрафной площади факел. Нагрузка, опасность и получение травмы передать штрафную площадь. Нарушений правил нет, Стыцко поднимается, мотивация более чем достаточно. А у Металлурга мотивация, я думаю, заключается в первую очередь в том, что необходимо доказывать, что вы готовы играть в ФНЛ. Пухов готов выходить один на один. Пухов! Кобзев! Все-таки еще, может быть, сказываются последствия травмы, которая была у Дмитрия, но эта травма уже пару месяцев прошла с нее. Я думаю, что пора, пора восстанавливаться. Знаете, я так перед игрой, готовясь к матчу, поразмыслил над тем, что они максимум из команды выжат на данный момент. Пономарев на левом фланге, Пономарев молодой, футболист перспективный, Овчинников также 29 лет. То есть команда, в принципе, поигравшая и уровень ПФЛ, возможно, это максимум, на что она способна. И для того, чтобы в ФНЛ выступать успешно необходимо усиление. Пока подать в штрафную, Ахвелидиани не добирается до мяча, Овчинников играет рукой и пытается уже после свистка Дрожжина врасплох застать. Дрожжин готов ко всему. На Войдаль передача, Войдаль дальше на Черного, Черный в центр. Ахвелидиани не успевает к этой передаче. Пухов снова с Фроловым, снова Пухов, Фролова обыгрывает прежде всего по движению. Подключает Калугин. Вот он момент для 70-го номера. Калугин, подача в штрафную, добивание. Пухов. Пухов решил обыгрывать в штрафной площади. Знаком и хорошей памятью для Геннадии Семина будет именно победа сегодня. И пока молодежка с этим справляется. Хотя Металлург атакует, но опять повторяюсь. И в первом тайме, это говорило, во втором, без акцента, без акцента в штрафной площади. Фролов перехватывает мяч. Овчинников, вот как раз он оказался в этой самой штрафной площади. Передача! Ахвелидиани 1-1. Вот вам и акцент. Буквально первый атака во втором тайме, которая закончилась проникновением в штрафную площадь. В итоге оказалась голевой. Ахвелидиани сравнивает счет в этом матче 1-1. 20 минут до конца. Рассчитывает на то, что от лучшей команды своей группы профессиональной футбольной лиги дома факел не пропустят, не приходилось. Поэтому почему бы не забить второй или третий? Ну, для начала второй, конечно же. Ииии! 2-1! Потому что только мы ждали опасных атак от Липецка, как они забили. Ждали гола второго или третьего от факела. Вот он, пожалуйста, получит. Угловой удар. Рука вверх. Мяч тоже. И снова на краю штрафной. Совершенно один Войдель. Возвращает. Фролов не попадает. Фролов. Фролов тот защитник, который нас сегодня приучил к тому, что от него можно ожидать какие-то подарки. Подарки в виде потерянных мячей. Или, честно, не разобрался. Не было возможности посмотреть повтору, кто свои ворота срезал. Но ощущение, что у Пухова очередной момент. Пухов. 1-1. Это булит. Пухов обводит вратаря. Но совсем упускает мяч далеко. Кобзев. Пухов его обводит. Пухов. И нету никого, кто замкнул бы. Бобенков. Бобенков против Белого. Бобенков пробежаться. Бобенков. Бежать, Тимур. Бежать, Тимур. Беги. Беги. Впереди тебя только Кобзев. И есть два футболиста. И есть момент. Но как же вы сегодня не забиваете, дорогие вы мои друзья. Здорово вышел и мяч перехватил. Но ненадолго. Бабаев. Бабаев он держит чем только возможно. И нельзя тоже. Бабаев продолжает в штрафную площадь. Просто вкручивается вместе с мячом. Момент. 2-2. Счет становится 2-2. Только Липецк. Только победа. Только Липецк. Только победа. Только Липецк. Только победа. Липецк не устраивает ничья в сегодняшнем матче. Войдель грузит туда на Хмельдиане. Снова борьба. И попытка ударить поворотом. Дрожжин побежал на перехват. В итоге угловой зарабатывает. Нам с вами наблюдать за действиями футболистов. Три минуты в этом сезоне. И три минуты у Металурга для того, чтобы победу в этом матче. Дрожжин! Снова Войдель. Войдель сейчас именно тот футболист, от которого зависит, в какую сторону атака Липецка будет склоняться. Хорошая передача в штрафную. Ахмельдиане снова. И удар поворотом. Выше. Субтитры создавал DimaTorzok